Стамята за секунды съедают корм. Организмы юные вывелись весной. Через год их продадут живым весом. Это особенность бизнеса Рутюна Витясяна. 200 самов разводят с замкнутым циклом. Вода берется с чана, насосового зеленым шлангом, качается. Обратно вода через бассейн, где плавает рыба, поступает на фильтр. Это УЗВ, установка замкнутого водоснабжения. Единственный способ разводить рыб вне водоема. Его предприниматель и предложил в Первомайском районе, на участке у реки в селе Покровка. Даже начал стройку. Один объект ему сожгли, другой разбили. Люди боятся, что близость к реке неспроста. Из нее будут брать воду и в нее же сливать отходы. Вот собственно то, из-за чего люди против форелевой фермы под боком. Остатки корма, рыбные фекалии, естественный мусор выбрасывают в мусорку. В день набирается максимум полтора-два таких ведра. Почему-то странно совершенно постельный формат, что тут не будет ни единицких размеров завод. И что чуть ли это приведет чуть ли не к осушению реки. Есть у земельного этого участка целевое назначение. В том числе и для этого вида деятельности, о котором идет речь. Но не более того. Бизнесмен говорит, что несколько раз объяснял жителям всю технологию. Понимания пока нет. Но подсчеты таковы. Больший участок выведет бизнес Арутюна на продажу 2-3 тонн форели в год, чтобы через несколько лет выйти в плюс. И хотя осетр стоит больше тысячи, а форель 600 рублей за кило, продавать форель выгоднее. Растет она быстрее, спрос больше. И вырос он уже сейчас, говорит бизнесмен. Все это ситуация. Делал хорошую рекламу даже для нас. Многие сейчас про нас знают и увеличат звонки. Я огромное большое спасибо жителям деревни. Я тоже еще раз хочу успокоить их, что мы там ни ядерного реактора, ни химзавода, ни угольный разрез там не открываем. Я реку трогать категорически не буду. Сейчас на Алтае разводят форель единицы. Когда вырастет дело Арутюна-Витесяна, неясно. Возможно, все будет зависеть от настроения первомайских жителей. Пока они бизнес не понимают и не одобряют. Анастасия Драган, Александр Антропов. День с толком.